Субтитры делал DimaTorzok Главы постоянной делегации Федерального собрания России Ольги Тимофеевой. Она была по телефону в прямом эфире российского телеканала. Пожилой секретарь российской делегации Валерий Ставицкий выхватил тряпку у неадеквата и отошел в сторону. Украинец полез в драку, но охрана собрания отогнала распетушившегося Александра Моряковского. Самое интересное, что в интервью Ольга Тимофеева рассказывала о другой выходке, которую буквально незадолго до этого устроили депутаты-зверинцы. Они пытались сорвать ее выступление на международной встрече. Депутаты Верховного Совета Украины, которые у нас почему-то называют на суржике Верховной Радой, трясли своими флагами за спиной российского представителя, выкрикивали оскорбления и вообще устроили потасовку в стиле собственного парламента на встрече парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре. Скандалистов довольно быстро удалось вернуть на места. Кое-где писали, что их выставила охрана, но им, видимо, хватило просто близкого присутствия охранников. Украинские депутаты откровенно шокировали спикера парламента Турции Мустафу Шентопа. Он потребовал от них воздержаться от неуместных действий. Причем так доходчиво, что и без перевода все понятно. Но доброе слово не помогло, учитывая случившееся позже нападение. Чего же хотели посланцы 404, кроме того, чтобы попасть на видео? Разумеется, полная отмена России, а именно исключение нашей страны из черноморской организации. Нюанс в том, что создавали ее 30 лет назад Россия с Турцией, а сейчас в Пачес входят парламентарии 13 государств при Черноморье и Балкан. И в декабре 2022 года Россия уже сталкивалась с выпадами украинских представителей в организации и приостановила оплату взносов, а это пара сотен тысяч евро, к слову, так как провокации украинцев лишали смысла саму работу. Причем из организации мы не выходили. В этой истории все понятно, кроме одного, почему этих героев Украины, несмотря на все их выходки, все еще пускают приличные места. Редактор субтитров А.Семкин